Друзья, всем привет! Как мы и договаривались, сегодня провожу прямой эфир с Оксаной Христиевой на тему «Как распознать свой талант». О! Заработала! Я думала вам, чтобы вы меня подключали, потому что... Я думала, неужели эфира не будет? Это необыкновенный Инстаграм, он всё время что-то придумывает. Так что у нас всё получилось, мы молодцы! Слава Богу! Так, я очень рада! Друзья, у нас на связи Оксана Христиева, это тренер по раскрытию талантов. Мне нравятся очень ваши ценности, они совпадают с моими, поэтому я вот в этом году очень рада, что Бог послал мне вас в мою жизнь, и вы занимаетесь очень, мне кажется, полезным делом, на мой взгляд, «Распомогайте людям раскрывать таланты», потому что много людей, я с кем не общаюсь, много не знают, ну, своё вот такое слово, предназначение используют, но то, что вот заложено с рождения в нас свой талант. И вот Оксана сегодня, друзья, расскажет нам такую интересную тему, мы поговорим, раскроем, может, кого-то вы, я не знаю, разберёте прямо на эфире, как распознать свой талант, найти свою нишу и начать своё дело с нуля. Вы совсем ничем пока не занимаетесь, но хотите. И определим, как определить свой талант. Оксана тренер с хорошим стажем таким уже, опытный тренер, который много общается с людьми, и у неё уже есть такой навык распознавать вот этот талант. Поэтому вам слово, Оксана. Да, спасибо, Ирина, большое за приглашение, очень рада быть у тебя в эфире, можно на «ты», мы уже давно знакомы, можно сказать. Дорогие друзья, напишите, из какого вы города? Нам хочется знать всю географию, которая у нас сегодня присутствует на эфире. Напишите, откуда вы к нам присоединяетесь. Да, мы действительно будем говорить о том, как узнать свои способности, свой талант, своё предназначение. Как понять, моё это дело или не моё? Стоит мне начинать в нём развитие или не стоит? Вопрос интересный, потому что по сей день вижу многих людей, которые просто работают где-то на работе, но этот труд не приносит им особого удовольствия, радости, развития, какой-то внутренней самореализации. Поэтому тема весьма-весьма актуальна. Итак, из каких городов к нам присоединяются зрители? Новороссийск вижу, да? Новосибирск. Ой, как хорошо. Тут тепло, тут холодно. Новороссийск, Новосибирск. Это супер. И там, и там, кстати, я была, когда проводила свои живые семинары по раскрытию талантов. Оксана, вы сейчас видите комментарии? У меня, я вот касаюсь опять. Вы меня слышите? Подвисает опять? Да, я вижу тебя, Ирина. Я вижу комментарии, всё вижу. Я комментарии не вижу сразу. Ладно, я буду. Я думаю, меня подвисает. Озвучивать. Чувствую, что подключилось. Да. Так, Львов, Санкт-Петербург. Прекрасно, дорогие. Спасибо, что вы пишете, откуда вы. Нам очень и очень приятно это видеть и слышать. Вот, вчера я делала опрос у себя в сторис. Ирина тоже делала опрос. Беларусь, привет. По поводу того, какие у вас есть вопросы. И вот самые такие яркие вопросы я записала. Но сегодня и у вас могут быть вопросы. И вот за самый удачный, интересный, на мой взгляд, вопрос, конечно же, хочется разыграть призы. Вот. И сегодняшний приз – это моя книга по раскрытию талантов. Она называется «Поиграем в работу. Как найти дело жизни и работать с удовольствием». Три книги сегодня разыграем за самые интересные вопросы в конце эфира. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Будет интересно. Оксана, извините, книги в PDF-формате, верно? Да. В каком формате? Да, это электронный вид. То есть отправляем книгу в любую страну, в любой город. И вы читаете на любом девайсе или, если хотите, распечатывайте эту книгу для удобства. В книге много практических заданий, поэтому я всегда рекомендую распечатать и делать пометки на полях. Так, ну хорошо. Ну что, начнём с вопросов. Как ты хочешь, Ирина? Да, давайте, может, вот этот список вопросов и пройдёмся просто по нему, да? Что людей волнует? Да, список у меня есть, записан вот здесь, в таком чудом блокноте. Так, хорошо. Начнём с первого вопроса. Ольга нам написала. Как начать, если я хочу помогать женщинам красиво одеваться? Вот, как начать? Она уже примерно знает свою нишу. Красота, одежда, преображение женщин. Но вот как начать, нет понимания. Друзья мои, я всегда рекомендую. Начинаем от простого, от простого к сложному. Что в данном случае проще всего, когда человек обладает вкусом, может сам красиво одеваться и может помочь ещё кому-то? Вот как ты думаешь, Ирина, что проще всего сделать, что не потребует много-много денег, сил, ресурсов, времени. А вот самое простое, что может сделать Ольга? Мне кажется, самое простое самой начать, это, ну, себя украшать, фотографировать и показывать, как она это делает. Так. Начать с себя, это первый шаг. И второй, который прямо за ним следует, это помочь своему окружению. Наверняка у Ольги есть в окружении подруги, родственники, сёстры в церкви, если она посещает церковь. То есть она может обратить внимание на тех женщин, которым бы она хотела помочь и предложить им эту помощь. Ну, например, в чём это выражается? Она может подойти к своей подруге или к сестре после служения в церкви и сказать, послушай, я вот занимаюсь тем-то и тем-то, я могу помочь тебе подобрать гардероб. Если ты хочешь, я могу сделать с тобой шоппинг-сопровождение, то есть на выходных пойти в магазин и со стороны посмотреть, что тебе идёт, что тебе не идёт. В общем, помочь тебе выбрать одежду и потратить деньги правильно, а не так, что ты выбросишь деньги, и потом это будет висеть в гардеробе. И если, например, Ольга боится брать деньги за эту услугу, она может, первое, предложить это за отзыв, когда клиентка говорит, хорошо, я согласна, я напишу тебе отзыв, если мне понравится. Либо она может предложить бартерам, бартера обожаю, всегда учу этой теме на своих курсах. То есть та сестра, например, печёт вкусный торт, и она говорит, слушай, ну вот если ты мне рулет какой-нибудь там меринговый печёшь, я тебя переодену, согласна? Та говорит, да, согласна. И они меняются в бартер. Услуга на услугу. Или третий вариант. Она может сказать, послушай, я не назначаю никакую стоимость за свою услугу, например, 4 часа шоппинг-сопровождение. Ну, обычно так занимает, не меньше. Но, пожалуйста, если будет у тебя желание на сердце, ты можешь меня благословить любой суммой. Как ты посчитаешь нужным? Всё. Если человек не захочет или скажет, что у меня нет, это вообще не проблема. Самое главное, что получит Ольга, Ольга получит свой первый опыт оказания услуг клиентке, ну, то есть какому-то стороннему человеку, не себе лично, опыт реализации своего таланта. Пусть это будет небольшой опыт, но это будет действительно опыт. Это первый вариант, который я могу предложить. Согласитесь, на это не нужно тратить кучу каких-то своих денег, снимать помещение, делать какую-то платную рекламу. Вот это всё сидит у нас в голове. Вот всё сидит это в голове. Когда приходят ко мне клиентки, они боятся именно вот этого. А где я возьму? Я говорю, так не надо это сейчас делать. Это первый вариант. Друзья, если вам понравился этот вариант, поставьте плюсики в чат, и я расскажу второй вариант. Вообще малобюджетный, малозатратный. Что ещё может сделать Ольга, если она себя видит как будущего стилиста, как человека, который преображает женщин и дарит им красоту во внешнем виде. Если вам понравилась эта идея первая с шоппинг-сопровождением для подруги, поставьте плюсики, потому что хочется видеть вашу поддержку. Итак, кто присоединился, напоминаю, что мы делаем разбор кейсов, которые прислали наши подписчики по поводу того, как же раскрутить, реализовать и монетизировать свой талант и свою способность. Спасибо за плюсики, очень приятно, дорогие. Больше родственников, тем больше кейсов. Да. Тем больше у неё будет практики, портфолио, фото до и фото после. Абсолютно. Обожаю такие фото до, после. Не знаю. Да, да. Ну и заметьте, все любят преображение. Если у Ольги, например, есть инстаграм-аккаунт, она может выложить фотографию, короткое описание с разрешения, конечно же, своей клиентки. Второй вариант, что она ещё может сделать, чтобы как-то продвигать себя как начинающий стилист. Она может собрать семинар для женщин, которых она уже знает, своё окружение, подруги-подруг, знакомые-знакомых. Может быть, это будет бесплатный семинар, может быть, условно платный, где только чай, угощение оплачивается. Но именно там, на семинаре, она расскажет, например, о том, как сочетать цвета в одежде, о том, как составить капсулу, о том, какие базовые вещи должны быть в гардеробе, которые сделают образ красивым, изящным и не потребуют много вложений. Она даже может принести эти вещи на вешалках и показать. Не нужно тащить с собой там весь гардероб, но две-три вещи базовые вполне реально показать. Остальное, это могут быть аксессуары. И этот семинар она может провести где угодно, даже у себя дома, начнём с этого, или дома у своей подруги, или в кафе, или у кого-то в офисе, или даже в здании, в церкви, если там есть разные кабинеты, есть площадь, которая позволяет проводить какие-то мероприятия. На этом семинаре она просто поделится с женщинами теми азами, которыми она уже владеет. Она им просто расскажет. Но здесь же она может предложить себя, свою индивидуальную услугу в конце, как стилиста. Опять же, может предложить шоппинг-сопровождение. Нужно для такого семинара, чтобы его собрать, вложения большие? Нет. Нет. Вложения финансовые минимальны, потому что есть соцсети, где можно об этом рассказать, есть вайбер-контакты и ватсап-контакты, которые можно обзвонить, есть подруги, которые можно это предложить. Мы же не ожидаем, что будет 100 человек, нам не нужно. Для начала 5, 8, 10. Прекрасно. Опять же, смотрите, идея минимальные вложения, семинары, где женщина слушает, она смотрит, как эта девочка компонует одежду, она чувствует, что можно доверять этой девушке, она хочет уже прийти к ней на индивидуальную консультацию или разбор гардероба своего, или уже на шоппинг-сопровождение. Как вам эта идея, друзья? Если понравилась, напишите пятерочки в чате, если вам эта идея по реализации таланта, мы говорим только о первых шагах, заметьте, о малозатратных, малобюджетных шагах. Как вам эта идея с проведением семинара по стилю для женщин? Поделитесь, если понравилось, то поставьте. Может у нас есть кто-то, кто занимается таким делом уже? Может быть. В эфире кто слушает, может кто-то начал уже такое делать? Да, если вы... Я не вижу комментариев, извините, я не знаю, что там у меня... Нет-нет, чуть позже Инстаграм дает, тут небольшое отставание есть, все нормально. Вот, пошли комментарии, огонечки пошли. Спасибо, Наталья, вы всегда шведры, вы не один плюс, так три ставите, не один огонек, три, это очень хорошо. Хорошо, что вы такая щедрая. Так, обидно, что только девочки, но дорогие мои, Константин, вы можете написать... Они тоже могут. Ой, да, свой случай, я просто читаю то, что мне прислали клиенты, вы можете написать свой случай, может быть, вы там автомастерскую хотите открыть или еще что-то. Принципы, принципы одинаковые везде, для начала своего бизнеса, принципы будут одинаковые, вот, поэтому пишите свой случай, мы вас разберем. Хорошо, ну что, мы дальше пойдем по вопросам? Да, давайте дальше, думаю, тут мы разобрали, коротко, понятно. Так, дальше. Ага, Наталья, Наталья нам пишет, у меня нет денег на рекламу. Тут она не указывает, что она хочет продвигать, какой свой товар, услугу, но она просто пишет, у меня нет денег на рекламу, что делать? Бесплатно продвигаться, писать разным, блогерам с такой же нишей, или другой, которая пересекается, можно предложить им партер, тот же самый. Я что-то, что-то мне обменялись, посотрудничали. Абсолютно верно, абсолютно, так и есть. Есть бесплатные источники, у меня скоро выйдет гайд, гайд так и будет называться, 15 способов увеличить свою прибыль без вложений. То есть, как раз я там буду рассказывать о всех методах, ну, о таких самых работающих, самых ключевых, когда можем использовать этот способ, чтобы увеличить свой средний чек, но при этом не вкладывая бешеные деньги в рекламу или там еще во что-то. Поэтому, дорогие, всегда есть бюджетные способы продвижения, или малозатратные, или вообще незатратные. Все правильно. Ирина сказала первый способ, когда ты находишь примерно одинаковые темы в Инстаграме, сейчас очень много блогеров, и партнеришься с ними. Например, говоришь, слушайте, а можно вот я у вас проведу эфир, потом вы у меня проведете эфир, а можно я у вас проведу эфир, если у нас разное количество подписчиков, а я вам за это там свою консультацию, или свою книгу, или свою услугу. То есть не нужно сразу думать о платных способах. Давайте разберем бесплатные. Когда клиент ко мне приходит с таким запросом, я всегда говорю, хорошо, давайте мы сядем с вами и выпишем, а что из бесплатного вы уже использовали. Да. Оказывается, не все. Почти бывает ничего. Почему? Просто люди привыкли, что надо платить обязательно за рекламу. Вот такое впечатление. А у меня как-то, вот я сколько занимаюсь вязанием, у меня даже, мне прям нравится бесплатно продвигаться. Иногда я, знаете, хочется даже увидеть, а получится ли бесплатно, и все равно получить такой же результат, как те, что платно. И мне прям, знаете, как игра. Интересно. Да. И я знаю, много людей так делают, бесплатно миллионы подписчиков на YouTube набирают, бесплатно вообще, просто вот снимают и себя продвигают, и без каких-то таргет, вот этих всех реклам и так далее. Да, то есть есть, да, есть органические способы продвижения себя, свои услуги, когда мы набираем подписчиков органически, потому что у нас интересный контент, то есть мы пишем интересные статьи, снимаем интересные видео, мы делаем это регулярно, а не раз в месяц показываемся, мы делаем это щедро, то есть мы делимся своими знаниями с подписчиками, мы делаем это с любовью, мы комментируем кого-то еще в крупных блогах, люди замечают нас, заходят к нам на страницу и тоже подписываются, мы проводим какие-то марафоны, и нас советуют уже, как сарафанное радио, то есть так много способов бесплатного продвижения, поэтому, дорогие мои, пожалуйста, не зацикливайтесь на том, что все должно быть обязательно платно. У нас еще в голове сидят вот эти старые представления, что реклама на телевидении, она вот сработает, но она дорогая, реклама в газете сработает, или там баннер какой-то, который висит в городе, нет, дорогие, неправда, это не работает, нет, работают сейчас другие абсолютно источники, но вы скажете, ну как же крупные компании, там Кока-Колы и прочее, они же вот себя рекламируют именно на центральных каналах. Ну правильно, но если вы возьмете статистику, именно эта реклама, для них она невыгодна, то есть она либо в ноль идет, либо в минус, но почему они это делают? Это часть их стратегии, часть их маркетинга, просто чтобы их не забыли. Они не ради прибыли это делают, абсолютно не ради прибыли. Так, хорошо. Дальше. Что дальше? Какой вопрос? Вопрос есть у меня, сейчас я посмотрю в чате. Друзья, задавайте свой вопрос или можете даже свой кейс напечатать. Например, вы хотите заниматься вот этим и вот этим, но вы не знаете, точно оно ваше, не ваше, как в этом развиваться, либо вы вообще не поняли еще пока, какой у вас талант. Этот вопрос тоже подходит, потому что мы сегодня говорим о раскрытии талантов, потенциала, о выявлении ваших способностей и определении вашей ниши. Как же понять, что вот это ваша ниша и в ней вы хотите точно двигаться и развиваться? Так. Следующий вопрос. Так, имя я не записала, но вот такой вопрос. Я пока не могу определить свой талант. Вроде бы получается общаться с детьми, но как это монетизировать? Тут два запроса. Я не могу определить талант, и вроде бы у меня получается общаться, но не понимаю, как монетизировать вот эту мою любовь к детям и мою способность с ними находить общий язык. Давайте первый вопрос разберем. Как понять, что это мой талант? может закрыться с детьми на два дня? Выдержишь или не выдержишь? Косецких всех детей взять, человек так 15-20, и уже точно понять, мое или не мое, смогу ли я всю жизнь. Я точно не смогу. Ну вот поэтому ты вяжешь и демонстрируешь прекрасное миру. А если меня посадить вязать, я буду очень нервничать, потому что я не могу долго на одном месте усердно что-то делать. Это вообще не про меня. У меня третья петля сразу сорвется, поэтому нет. Пожалуйста, не давайте мне никакой рукоделия. Это не про меня. Хорошо. Первое, значит, спрашивает девушка, как определить свой талант? Очень просто. Возьмите три слова и через эти три слова просканируйте свои навыки, способности. Слова такие «хочу», «могу» и «получается». «Хочу» делать, «могу» это делать и у меня получается. «Хочу» — это желание моего сердца. К чему меня тянет? От чего поет душа? От чего у меня вырастают крылья? Здесь бывает такая проблема, что желания наши часто завалены какими-то камнями, похоронены где-то вообще глубоко-глубоко, потому что мы себя ставили на последнее место. Мы говорили сначала, ну не знаю, кто там, муж или сначала работа, сначала семья, сначала начальник, сначала дети, сначала обязанности, а я в конце списка. И вот когда мы ставим себя на последнее место и живём вот этой такой вот самопожертвованной жизнью, то когда мы о себе вспоминаем где-то к 40 годам, мы понимаем, что у нас очень мало какого-то опыта, навыков, умений, мало достижений. Когда я провожу распаковку таланта, это такая специальная консультация, там я всегда задаю вопрос, какие ваши главные достижения, хотя бы пять достижений за всю вашу жизнь. Вы не представляете, как людям сложно ответить на этот вопрос. Казалось бы, всего пять достижений, не за год, за всю жизнь. И так это сложно. Поэтому, дорогие мои, не надо ставить себя на затворки жизни, нужно думать о том, что если ты развиваешься, то и окружающим от этого хорошо. Поэтому вот этот первый критерий таланта «хочу» — это как раз-таки желание твоего сердца. Здесь у верующих бывает такой барьер, они говорят, «А вдруг вот это дело, которое мне приходит всё время на ум, на сердце, вот я всё время о нём думаю, об этом деле, вдруг оно не от Бога? Вот вдруг?» Но мне кажется, здесь очень всё просто проверяется, потому что Библия говорит, что всё доброе приходит свыше от Отца Света. Там не написано «всё религиозное приходит свыше», там написано «всё доброе». И если твоё желание доброе, и оно тебя вдохновляет, то дело, о котором ты размышляешь, может быть, ты кофейню хочешь открыть, или цех по пошиву одежды, или там мастерскую какую-то, макияж может быть делать. Если это доброе, тебе это нравится, то, наверное, всё-таки тебе Бог проговорил, а не дьявол тебя на это сподвигает, да, вот это хорошее дело начать. Поэтому, ну не бойтесь, друзья, ведь всегда нужно действовать, экспериментировать и проверять. Слово «вера», она как раз-таки имеет в себе корень проверка, то есть проверяй те идеи, которые приходят тебе в голову. Это первый критерий, «хочу делать». Второй критерий, «могу делать». То есть твой талант определяется твоим внутренним осознанием, что ты способен или способна сделать вот это дело, вот этот проект. У тебя на это есть творческая энергия, сила, динамика, внутренняя какая-то такая моща, зрелость, готовность. Да? Вот. Это твоё «могу». Это твоё «могу». И вот третий критерий, интересный тоже, это «получается». Слово «получается» означает похвалу со стороны других людей. Вот кто-то уже воспользовался плодами твоего труда и тебя благодарит и говорит, «Ирина, такой вот плед классный, мы каждый раз, когда мы берём смотреть кино по субботам с семьёй, мы вот так вот в этот плед заматываемся, и мы всё время вспоминаем тебя добрым словом». То есть людям нравится этот труд, они благодарят и хвалят. Или кто-то печёт торт и всегда говорят, «Ой, так порадовали мы наших близких на день рождения». Все были в восторге от этого торта. Это похвала. Это похвала. Важно, что со стороны не сам ты себя решил, ага, получилось? Да, да, со стороны, да, люди, которые впили плоды твоего труда в широком смысле этого слова, они тебя благодарят. Когда вот эти три слова «хочу», «могу», получается, вы соединяете и так размышляете, а ещё лучше письменно размышляете, вы точно обнаружите свой талант. Кстати, сегодня всем, кто подпишется на мой аккаунт и напишет мне «хочу» чек-лист, подарок, всем отправлю чек-лист по определению вашего таланта. Вопрос у нас есть. А если не хочу, ничего, и от этого плохо. Мария пишет, Мария, да, с этим надо работать, это то, о чём я говорила вначале, то есть наши желания могут быть завалены камнями, камнями прошлого, прошлого негативного опыта, обид, поражений, неразрешений, когда нам не разрешали что-то с самого детства. Что ты выдумываешь, ты что хочешь выделяться, быть лучше всех, вот эти все слова взрослых, они просто обрубали нам крылья. В вашей ситуации это может быть что-то другое, именно поэтому на нашем курсе «Уникальное я» мы работаем совместно с психологом. Я понимаю эту систему, я её вижу в целом. Когда у человека внутри барьеры, ему бесполезно давать задания, даже если я золотые задания даю, прибыльные и всё такое прочее, но если нет проработки с психологом, человеку сложно. Поэтому сначала вот в нашей команде есть очень грамотный человек в этом смысле, я отдаю нашего клиента психологу, они прорабатывают эти барьеры, выясняют корень, нежно его устраняют, и потом мы идём дальше на обучение по талантам. Я рекомендую вам эту сферу проработать. Если в вашем окружении есть достойный психолог с хорошими отзывами, то, пожалуйста, вы можете к нему обратиться. Если нет, вы можете написать мне, я вам порекомендую человека. Так, ещё вопросы я пытаюсь сейчас найти. Спасибо всем, кто присоединяется. Друзья, если вы чувствуете, что этот эфир по раскрытию талантов полезен кому-то из ваших друзей, обязательно нажмите самолётик и прямо сейчас отправьте этот эфир всем вашим друзьям, кому это будет максимально полезно и интересно. Итак, дорогие, мы разобрали три критерия таланта «хочу», «могу», «получается». Если было полезно, поставьте десяточки в чат, пожалуйста, чтобы мне понимать, что вам эта тема понятна и эти критерии вам тоже понятны. Мне в детстве тоже говорили, когда я садилась вязать, бывало такое говорили, «Да что ты вот это, тебе что, нечего делать?» Да. И делал что там то-то, то-то там. Да, да, да. А я такая, «Нет, я хочу это». Вот, вот. И когда у меня было свободное время, я садилась и делала то, что мне хотелось. Правильно. То есть ты всё-таки следовала желанию своего спеца. Да, да. Я вот почему-то мне так хотелось, я видела, вот я не знаю, как оно, может оно, ну, вот, от рождения просто я такой человек, просто, ну, они хотят, чтобы я делала то, что надо, то, вот каждый день что-то надо, поубирать, там, то-то, то-то, 200 миллионов дел. А мне хочется сделать хоть полчаса, ну, то, что мне хочется, хоть полчасика в день, ну, это же нормально. И я вот, мне вот, я как отстаивала, нет, я буду, я хочу, я себе тихонечко сяду, чтобы я никто не видел, там, ага, вижу, всё, всё переделала, всё, что они хотели, всё, теперь, наконец-то, я могу сесть и что-то себе поделать. И садилась и вязала в детстве, так. Да, то есть, вот, яркий пример тому, что ты следовала желаниям своего сердца, а не логике и разуму, и комментариям других людей, которые тебя куда-то хотели. Они не понимали, они такие смотрели, ну, что это? Да. Бездель, я вообще, что ты следовала? Вообще бездель, да. Да-да-да. Спасибо, друзья, за ваши десяточки, вижу вашу поддержку, спасибо. Константин поставил девяточку, тоже спасибо большое, но напишите, почему девять, что вам не хватило, где один, один балл, куда потеряться, напишите свой вопрос, и я с удовольствием отвечу. Итак, первую часть вопроса нашей подписчицы мы разобрали, то есть талант это хочу, могу, получается, если желаний нет, их надо все-таки откопать, где-то молитвенно, вообще не с Богом, спрашивать, просить его, чтобы он очистил сердце от вот этого груза, где-то прорабатывать эту тему с психологом, где-то с наставником, потому что вот вчера, например, у меня была консультация по распаковке таланта, почти три часа, я устала очень. Потому что самое тяжелое, друзья мои, это работать со старым мышлением, это очень тяжело, я готова вспахать лучше грядки 10 соток, чем работать с мышлением, с твердынями, с твердынями, не просто с мышлением, а с твердынями. Потому что любое мое предложение, позитивное, здравое, я знаю, что это работает, потому что я практик, любое мое предложение разбивается по стену неверия, Вот прям ежесекундно. Я что-то предлагаю? Нет, невозможно, не получится, нельзя, не работает. То есть человек устроен так, что он порой отвергает идеи, потому что у него внутри сидят убеждения. Нет, нет, нет. То есть вот этот негативный склад ума, с ним нужно что-то делать, иначе он приведёт к жизни такой серой, безрадостной, грустной, скучной. Поэтому, дорогие мои, работаем над мышлением. Все книжки, которые написаны по успеху, по саморазвитию, они все говорят об этом. Работаем над своими мозгами в первую очередь. Так, вторая часть вопроса, да, там была у девушки. Она спрашивала, вроде так, получается общаться с детьми, но как это монетизировать? Смотрите, конечно, здесь мне желательно поговорить лично, уточнить многие моменты. Давайте я дам общую рекомендацию. Когда мы говорим о сфере общения с детьми, здесь масса-масса идей возникает. Например, проводить праздники, праздники для детей. Это могут быть дни рождения, когда дети где-то собираются у кого-то дома или в кафе. Это могут быть куклы, какой-то аниматор, который может конкурсы провести, ростовые куклы. Это могут быть какие-то герои, там вот сейчас, я не знаю, Дед Мороз и Снегурочка. Если кого-то напрягает из христиан, что я говорю про Дед Мороз и Снегурочку, знаете, иногда мы подаем миру то, что нужно им в их обложке, в их обертке, но внутри мы несем содержание своё, потому что у нас было агентство праздников, и за счёт этого мы познакомились со многими людьми и могли благовествовать, потому что они видели, как качественно и хорошо мы делаем твою работу. И когда ты детям провёл хороший праздник, и они рады и довольны, там фиксики или не фиксики, неважно кто, это же не обязательно должны быть библейские герои, но у тебя есть отношения уже с этими клиентами, и они уже слышат тебя, и ты для них профи, и они тебе доверяют, и они слушают твоё благовестие. Поэтому не ругайте меня, что я сказала про Деда Мороза и Снегурочку, хорошо? Просто все совпадают у этих людей и у тебя, и всё, и всё. Ну да, да. То есть когда я демонстрирую свой профессионализм через ту услугу, которая им нужна, вот в частности поздравить ребёнка на дому в декабре придёт там Дед Мороз, Снегурочка принесёт подарки. Когда я демонстрирую свой профессионализм, потом с этими клиентами я могу общаться о Господе, потому что они спрашивают, а почему вы не пьёте, а почему вы вот так, а вот почему у вас такое отношение? Они же всё это видят, они видят отношение к делу, они же не глупые люди. Поэтому это прекрасный способ для благовестия. Ваш суперпрофессионализм — это прекрасный способ для благовестия. Я переговорю сейчас для всех, кто считает себя христианами. Хорошо, первая такая дорожка — это проведение праздников для детей. Вторая тема — это мастер-классы. Мы можем открывать что-то типа мини-студий и проводить разные мастер-классы. Вот мы проводим в нашей команде по рисованию. Дети рисуют там маслом, не маслом, гуашью и по-разному. Это интересно, это увлекательно. Это может быть гончарное дело, это может быть выпечка, это может быть то, что вам близко. Вы можете это начинать делать с детьми, обучать их этому. Это могут быть целые квесты, когда вы придумываете для них задания, неважно, где, на природе или в каком-то помещении, когда что-то надо там найти, раскрыть, составить карту, план и так далее. Это может быть тема, что ещё для детей здесь близко. Это может быть тема игр, потому что дети любят игровой формат. Я уже говорю не про детей, а про подростков, наверное. Игры настольные, бизнес-игры. И также, наверное, какие-то встречи, что-то типа будущих предпринимателей, когда можно проводить мозговые штурмы, какие-то финансовые игры, какие-то сценки. Это очень интересно. Дети любят такие задания, особенно если в командах им давать. Они соревнуются. То есть, поверьте, тут масса идей, если мы берём тему «Дети», как можно взаимодействовать с детьми и монетизировать это. Поэтому здесь то, что вам ближе, вот то вы можете начинать делать, если вы чувствуете, что ваша тема – это общение с детьми. Хорошо, если было полезно, друзья, вот этот разбор по детям, когда мы приводили разные примеры, идеи, как можно с детьми взаимодействовать, взаимодействовать, поставьте плюсики в чат или любой другой смайлик, чтобы было понятно, что вы с нами, и вы нас слышите, видите. Так, опять же, я не вижу комментариев. Нажимай у меня. Ну, я вижу. Видишь, Инстаграм, он балуется временами. Главное, чтобы ты в конце нашла кнопку «Сохранить эфир», да? Я её тоже не вижу пока. Может, она будет в конце? Она будет, когда ты нажмёшь «Крестик», как завершить эфир, он спросит «Сохранить», ну, не «Сохранить», он спросит «Share», поделиться или нет, ты нажмёшь, да, и он… А что-то оно, мне кажется, как-то подвисает. Ну, может быть, да. Ты нажмёшь «Share», поделиться, и там долго будет он загружаться, но всё-таки загрузится, так что всё будет хорошо. Так, ну что, дорогие, давайте ваши вопросы, наверное, послушаем. Мне хочется быть максимально полезной для тех из вас, кто сейчас находится в эфире. Наталья, спасибо, нам всё время огонёчки такие классные шлёт. Вот, давайте ваши вопросы. Может быть, это ваш случай, может быть, это просто ваш знакомый, или ваши какие-то опасения, сомнения по поводу. Может быть, бояться, что нет образования. Образование. Да. Я не могу с детьми, значит, ничего делать. Да, да. Может быть, в голове. Конечно. Это один из самых распространённых страхов из моей практики, что нет образования, нет корочки. Дорогие, если вы внимательно присмотритесь к современной системе образования, такой классической, которая даётся в наших колледжах, в вузах, вы увидите, что она давным-давно отстала от практики, от реальной жизни. И уж тем более она отстала, когда пять лет там нужно отсидеть. То есть через пять лет вообще абсолютно устаревшие все эти знания, которые и так можно найти без помощи в вузах, можно найти в гугле и где угодно. Поэтому здесь важно понимать, что в 21 веке люди, клиенты, готовы вам платить за ваши реальные умения и навыки. За ваши реальные умения и навыки. Ну, понятно, мы не говорим про некоторые сферы, там, я не знаю, самолётостроение, операция на сердце, там, стоматологи, так далее, люди учатся. Мы говорим больше о навыках либо в помогающих профессиях, либо о которых можно больше отнести к самозанятым лицам. То есть вот эти вот вещи люди воспринимают так, что если вы даёте пользу, они вам платят, но корочку они у вас спрашивать не будут. Им важно, что вы их научите, и вы дадите им результат, вы научите их детей, там, лепить, я не знаю, вырезать, говорить правильно без всяких шипящих звуков. То есть людям нужен результат, и они приходят для этого. Они не приходят смотреть на вашу корочку, потому что по большому счёту корочку можно купить даже не одну, и для этого есть специальные сайты. А вот проверить вас, насколько вы действительно профи в своём деле, клиенты смогут через то, что вы окажете им услугу. Например, вы проведёте открытый урок, и уже будет понятно, как вы можете договариваться с детьми, как вы можете держать их внимание, как вы можете вовлекать их вообще. На открытом уроке, пожалуйста, родители присутствуют, они всё видят и смотрят, замечают. Поэтому здесь не так это важно, что есть ли у меня официальное образование, классическое, государственное. Потому что сегодня масса хороших курсов в интернете, очень современных, очень качественных, таких практических, которые дадут вам эти же навыки, только зажатый период, даже не эти же обольки. Ну, например, если я хочу стать кулинаром, я могу пройти двухнедельные, трёхнедельные курсы. Мне не нужно три года сидеть в колледже на факультете, там, общепит, или как он называется, чтобы чего-то там научиться. Я могу пойти к хорошему специалисту, кто делает шикарные десерты, и у него учиться, да, заплатить деньги, конечно. Но, извините, я лучше заплачу человеку и получу от него реальные знания, навыки, чем я просто заплачу государственной системе и получу просто корочку. Конечно, есть исключения. Конечно, есть блестящие вузы, есть прекрасные школы, есть исключения, но мы говорим сейчас в общей массе. Хорошо, дорогие, какие у вас есть вопросы по теме таланты, призвания, способности, определения ниши? Если вы уже занимаетесь своим любимым делом и активно это делаете, получаете от этого удовольствие, можете написать, да, я занимаюсь любимым делом. Прямо вот смело можете написать в чате, очень будет приятно об этом узнать. Можете даже сферу написать, что я занимаюсь вязанием, я занимаюсь макияжем, дизайном помещений и так далее. Так, найдено помещение. Так, подождите, два вопроса тут. Живу в таком районе, где нет студий детских. Найдено помещение страх. Это большие деньги, а вдруг не получится. Но всегда будет страх, всегда будут какие-то, да, сомнения, комплексы. Мы начинаем с того, что мы вообще смотрим спрос. Смотрим спрос на эту услугу, на этот товар, именно конкретно в данном районе. Если сейчас речь идет о какой-то территории, что именно вот на этой территории я хочу открыть свою студию, например. Очень просто делается проверка. Если потребители, если вы живете в районе, где там, ну, я не знаю, частные дома, пятиэтажки, десятиэтажки стоят. То есть просто вот дома, куда можно прийти, откуда люди к вам будут приходить. Возьмите, расклейте объявление. Штук 300 расклейте на досках объявлений, на этих подъездах, что идет набор детей, в творческую группу детей от 7 до 9 лет, в группу такую-то по лепке или по рисованию, или по там, ну, всякие вот эти вот штуки, да, то, что можно руками делать. И посмотрите отклики, потому что набор же всегда предварительный может быть. То есть идет набор, а там с какого-то числа начнется занятие. Не обязательно завтра, может быть, через две недели, через неделю. И пока будет идти набор, поступать будут звонки, вы будете записывать фамилии, имена, телефон этих людей, которые готовы уже к вам прийти заниматься. Вот тогда вам будет понятно, наберется группа, не наберется. И тогда уже можно, если вот уже по факту группа набралась, а занятие у вас через две недели, группа уже набрана, 10, 15, 20, сколько вам надо человек. Вот тогда можно вносить деньги за арену за месяц и проводить там первый свой мастер-класс. Если вы чувствуете, что вообще глухо в этой местности, люди не собираются никуда там водить своих детей, оно им вообще не надо, то, возможно, стоит подумать, а, о том, чтобы сменить локацию, в другом месте открыть студию, б, о том, чтобы делать это онлайн. То есть записывать свои мастер-классы, выкладывать это на YouTube, часть делать платно, часть делать бесплатно и брать кого-то на индивидуальную работу. В принципе, то же самое, Ирина, что делаешь ты. У тебя свой YouTube-канал, ты показываешь свои работы, как ты это делаешь, процесс вязания, что на YouTube, что на Instagram, и вот, пожалуйста, огромное количество подписчиков. На YouTube, по-моему, сколько у тебя? 40 тысяч подписчиков? Да, 340 тысяч. А, 340, прости, 40, 340. Это я немножко ошиблась на 300 тысяч. Вот. То есть, дорогие мои, это абсолютно реально, но нужно все тестировать. То есть мы не от обратного, сначала мы бухали деньги, мы купили офис, мы сделали там ремонт, мы все обставили, и потом сидим, ждем, придут к нам люди или нет. Нет. Сначала мы протестировали, мы сделали опрос на эту услугу в данной местности. Если клиенты есть, вот под них мы уже делаем все быстро, снимаем офис, берем эти, закупаем материалы раздаточные для детей и так далее. То есть мы сначала ищем клиентов, потом мы делаем все остальное. Спасибо за вопрос большой. Дальше еще какой-то, по-моему, вопрос. Сейчас я посмотрю. Итак, ждем ваши вопросы. Друзья, напомню, что мы говорим на тему монетизации ваших талантов, раскрытия вашего потенциала, ваших способностей. Напишите, что бы вы хотели, в каком бы деле развиваться, какие у вас есть барьеры, страхи, препятствия, потому что мы будем завершать скоро. И, конечно же, эфир сохраним обязательно. Я надеюсь, что он сохранится, потому что я переживаю, чтобы... Нет, там будет кнопка, потому что ты же главная, у тебя эфир, ты возьмешь крестик, и он будет поделиться или нет. Ты напишешь поделиться, и он будет сохранять. Минут, может быть, 5, 10, 15, он будет сохранять, но он сохранит. Так, хорошо. Давайте ваши вопросы, дорогие. Может быть, я что-то пропустила по продвижению. Вот вы хотите в чем-то развиваться, вы хотите найти дело по душе, дело жизни, которое удовольствие будет приносить им и пользу, и деньги одновременно, но вы боитесь, боитесь двигаться, боитесь развиваться. Напишите. Последний кейс, который у меня был с моей ученицей, она мама, многодетная, у нее маленькие детки, у нее не так много времени, чтобы уделять время своему делу, но, тем не менее, она старается. Она печет потрясающие торты, десерты, и мы с ней разработали несколько идей, где и кому можно предлагать. Мы посмотрели, как можно провести дегустацию. Она пошла договариваться с соседними кафе, чтобы у нее взяли эти пирожные на продажу. Она провела дегустацию, потом пришла идея делать розыгрыши в Инстаграм. Она печет шикарный торт и выставляет эти фотографии и говорит, ребята, розыгрыш, один номерочек, там, 100 рублей. И вот набирается 15 человек, каждый по 100 рублей всего вносит, но торт-то дорогой. И кто-то выигрывает, но, по сути, она покрывает, конечно же, не только себестоимость, по сути, она продает этот торт вот за полную стоимость. Но каждый платит всего 100 рублей. Кому-то каждый раз везет, и она этот торт отдает. Пирожные она также разыграет, пизешки, ну, все что угодно. Я тоже думала проводить живые мастер-классы, но пока с маленьким ребенком я не готова. Плюс вот эти еще с ограничениями. Да. Да. Вот почему я каждый раз своих клиентов обучаю, чтобы они переходили в онлайн со своей услугой, если это возможно, а в 90% случаев это возможно. И мы говорим с ними, как это сделать в Инстаграме или в других соцсетях. Как выйти в онлайн и там продолжать продавать свой товар или услугу. Потому что, ну, друзья мои, если через 10 лет мы уже увидим мета-вселенную, надеюсь, все слышали, да, заявление Марка Цукерберга месяц назад. Я смотрела его в оригинале, это выступление. Да. И он рассказывал, что у него очень амбициозные планы, очень грандиозные. В течение ближайших 10 лет он со своей компанией Мета, я надеюсь, вы заметили, что когда вы нажимаете Инстаграм, там уже не написано Инстаграм, там написано Мета, переименовал он свою корпорацию. Мета — это за пределами в переводе. Так вот, в течение 10 лет он создаст вселенную, ну, вот эту мета-вселенную, то есть виртуальную. Там также будут дома, офисы, недвижимость, концерты, гости, мебель, путешествия, но все это будет виртуально. Не так, как сегодня. Это будут другие девайсы, это будет вообще другой уровень техники, другой уровень общения. Это будут голограммы. Ну, то есть вот, допустим, ты, как живой человек, сидишь где-нибудь в Санкт-Петербурге, а твоя голограмма, она с друзьями пошла на концерт в Нью-Йорке, например. Ну, физически туда не надо лететь, но голограмма пошла, и ты все слышишь. Ну, ты сидишь на концерте, ты все слышишь, звук все так же, как твои друзья. Или твоя другая голограмма пошла там на шоппинг в Милане. Тоже ты все видишь, ты идешь по этим магазинам. Ну, будут специальные устройства, там, не знаю, шлемы, не шлемы, очки, не очки. Это не суть важна. Но я к чему? Я к тому, что если нас с вами, друзья, там не будет, если не будет там вашего дела, вашего бизнеса, вообще большой вопрос про то, что ваш бизнес будет существовать. Потому что если вас нет там, где большинство клиентов, то, конечно же, это уменьшает ваши шансы быть в топе, быть в развитии и быть узнаваемым. Поэтому, да, метавселенная, это интересно, и уже сегодня нужно учиться использовать все, все способы онлайн общения со своими подписчиками. Так, ну что? Вопросов я не вижу. Я вижу подписки. Сейчас вот несколько человек подписывается. Друзья, не забудьте, если вы подписались на меня и вам нужен чек-лист по определению талантов, напишите мне в директ, что я хочу чек-лист. Отправьте мне чек-лист, я буду читать и определять свой талант. Вот, отправлю свой аккаунт, если вы еще не знаете, где меня найти. Но вопросы я буду ждать еще и под этим эфиром, то есть под ним, когда он будет сохранен, тоже можно задавать вопросы, потому что я хочу там выбрать победителя и подарить свою книгу. В эфире вы сейчас не будете выбирать победителя? Нет, в эфире, да, я выберу, вот, нам задавали вопрос про страх, что я нашла помещение, и я хочу для детей, да, открыть там вот был вопрос, вот, который я только что разбирала. Я поняла. кто этот задал вопрос, напишите потом в личку Оксане, потому что я переживаю, что они сэрили. Напишите, дорогие, я вам отправлю эту книгу. Получить свою книгу. Да, будете читать, делать задания и на практике выполнять те рекомендации, которые я там даю. Жду ваши вопросы в комментариях под этим видео или в личку, если вы постеснялись спросить в кейс, может быть, вы хотите, чтобы ваш кейс я разобрала. С удовольствием дам вам рекомендации. Очень благодарна вам за внимание. Ирина, тебе благодарна за наш эфир, за приглашение. Мне очень приятно было побывать у тебя. Тоже интересно эту тему поднимать, очень полезная, мне кажется, для моих подписчиков. Так, Оксана, вы не можете сама выйти, да, из эфира? Нет, просто я могу выйти, но я дождусь, пока ты нажмёшь на крестик, завершить эфир, сохранить, и всё случится. Само собой. Но у меня, к сожалению, оно не нажимается. Ну вот крестик, когда нажимаешь, что он пишет? Да, я знаю, что должно быть крестик. У меня он даже, вот я нажимаю, он не появляется. Да? Как интересно. Так всё интересно. Сейчас.